МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И именно федеральный закон требует заменить компенсацию за отопление и электричество в домах сельских учителей на фиксированную денежную выплату. Руководителям, педагогическим работникам, иным специалистам областных, государственных, муниципальных, образовательных организаций, а также вышедших на пенсию после 10 лет работы в образовательной организации, предлагается установить такую компенсационную расходы на жилищно-коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1200 рублей. В настоящее время на федеральном уровне для педагогических работников, которые работают в образовательных организациях подведомственной федерации, установлен точно такой же размер 1200 рублей. Еще до пленарного заседания проект закона детально обсуждался на заседаниях экспертного совета фракции «Единая Россия» на Комитете по социальным вопросам, на Совете Законодательного собрания. Везде документ вызвал неоднозначную реакцию. Возможно, на это в значительной мере повлияло большое количество отзывов, поступивших на законопроект в Законодательное собрание. Только через электронную приемную официального сайта с 15 апреля отдельным депутатам и всему депутатскому корпусу поступило больше 2500 обращений от конкретных педагогов и целых педагогических коллективов. И такие обращения продолжают поступать. Поэтому в рамках обсуждений членам правительства области приходилось несколько раз пояснять, что проект закона Кировской области всего лишь выполняет требования Федерального нормативного акта. К сожалению, в новой редакции закона образования, принятом действующим сегодня, эта строка звучит совершенно по-другому. Учителя должны в полусельской местности получать компенсацию за отопление и освещение, но размер этой компенсации, условия ее предоставления определяются субъектом Российской Федерации. Я хочу, чтобы вы понимали, что Министерство образования старается сделать все возможное для него, чтобы найти оптимальное решение в существующей финансо-экономической ситуации. Понимая всю сложность ситуации, депутаты фракции «Единая Россия» обратились к Никите Белых с просьбой о необходимости дополнительной доработки документа и перенесения его рассмотрения на более поздний срок. 20 апреля председатель законодательного собрания Алексей Ивонин получил письмо, в котором Никита Белых просил парламент перенести рассмотрение законопроекта на более позднее время. Свои отношения губернатор также лично прокомментировал на пленарном заседании. Мы не против этих льгот. В той системе, которая существует сейчас в рамках натуральной компенсации всего, у нас существует масса прецедентов. Вы помните, обсуждали здесь на законодательном собрании, когда мы компенсируем оплату электроэнергии учительницы, которая за счет своей розетки снабжает лесопилку своего зятя. Когда в отдельном районе поселковое освещение питается электроэнергией. И до тех пор, пока у нас будет такой характер котлового натуральной компенсации, не связанной ни с какими ограничениями денежными, считайте, что та цифра, которая нами предлагается, меньше, давайте обсуждать. Мы сейчас говорим про сами подходы. Вызвали бурное обсуждение еще два законопроекта, которые внес губернатор о так называемых «золотых парашютах». Первый проект вносит поправки в закон Кировской области о губернаторе и госдолжностях. Согласно предлагаемым законопроектом изменениям, все социальные гарантии, связанные с прекращением полномочий по должности губернатора Кировской области и по государственным должностям Кировской области, так называемые «золотые парашюты», отменяются. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что социальные гарантии не предоставляются лицам, прекратившим свои полномочия в связи с несоблюдением антикоррупционного законодательства или по иным нереабилитирующим основаниям. Социальные гарантии сохраняются только лицам, достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность в период осуществления полномочий по указанным должностям. Этот проект закона некоторые депутаты на профильном комитете по законодательству и местному самоуправлению предложили рекомендовать к принятию только в первом чтении, чтобы была возможность поучаствовать в корректировке. Однако большинство парламентариев профильного комитета все-таки рекомендовали принять в двух чтениях сразу. Также поддержали этот законопроект на пленарном заседании большинство депутатов. Второй законопроект, как говорилось выше, также был внесен губернатором, предусматривая денежные выплаты в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно, лицам, занимающим муниципальные должности. Согласно законопроекту, уставом муниципального образования может быть предусмотрена единовременная денежная выплата в связи с прекращением полномочий в размере установленного муниципальным правоактом, но не более 4-месячного денежного содержания, выплачиваемого не позднее дня предшествия дню прекращения полномочий. Такая выплата устанавливается только лицам, замещавшим муниципальные должности в этот период, достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность. Законопроект было предложено принять сразу в двух чтениях. На профильном же комитете некоторые депутаты предложили не торопиться и пока рекомендовать к принятию только в первом. Детально его разработать, с учетом того, что у нас социально-экономическая и финансовая ситуация на территории Кировской области, можно сказать, становится трагической. Давайте мы все-таки будем подходить не только к учителям сельской местности с таким подходом, но и в первую очередь там, где мы можем сокращать расходы от должного бюджета. Глава, который выходит на пенсию, лишь только получает, либо становится нетрудоспособным, получает эти доплаты. Все остальные, те, кто сегодня находится в возрасте продолжения работы и планирует свое продолжение работы, вот как раз они и лишаются выплаты, которые устанавливает правительство до четырех. Причем муниципальными нормативными актами вправе регулировать также депутаты районной думы до четырех. Они могут устанавливать одна месячная выплата, три месячные выплаты, две месячные выплаты. Учитывая то, что ранее законы, которые действовали на территории Кировской области, предполагали и годовую выплату, и чуть менее выплату, то, на мой взгляд, это все-таки более рационально и разумно. В итоге профильный комитет рекомендовал этот законопроект к принятию в двух чтениях. На пленарном заседании решение было принято окончательно, законопроект прошел. А вот предложенный депутатом Дубравиным проект закона, который во многом, но не во всем перекликается с одобренными законопроектами, депутаты большинством голосов отклонили. Также отклонили законопроект, который предлагает сократить количество заместителей у губернатора. Инициативу Светланы Шиловой парламентарии отправили на доработку. Законопроект предусматривает возможность передачи в безвозмездное пользование земельных участков, под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Кировчанам, которые работают в сфере образования, сельского и рыболовного хозяйства, здравоохранения и культуры. Предлагается предусмотреть, что земельные участки, находящиеся в данной собственности, могут быть представлены в безвозмездное пользование граждан в вышеуказанных шеях на территории всех муниципальных образований области, за исключением города Кирова, города Чапецка и Слободского. Зам. министра имущества Кировской области Сергей Гагаринов, поясняя отрицательную позицию правительства по законопроекту, привел множество юридических аргументов, из которых следовало, что даже если такой закон будет принят, муниципалитет все равно не сможет его реализовать. То, что я перечислил множество закона, их ведь далеко не каждый гражданин будет анализировать и смотреть. То есть, видя закон Кировской области о том, что он имеет право получить земельный участок безвозмездное пользование, он однозначно пойдет с заявлением в орган местного самоправления. Орган местного самоправления ему не сможет предоставить этот земельный участок безвозмездное пользование. И, соответственно, я считаю, что это можно спровоцировать, но, в общем-то, даже не один судебный какой-то прецедент. Поэтому ни на профильном комитете, ни на пленарном заседании проект законно не прошел. Было решено направить его на доработку. Больше всего обсуждений на пленарном заседании апрельской сессии вызвал доклад губернатора. Никита Белых отчитался о работе правительства за 2015 год. Чуть больше часа депутаты слушали, а затем задавали главе региона актуальные вопросы об экономике, соцгарантиях и, конечно, о дорогах. Дополнительные деньги на ремонт дорог областного центра, и не только областного центра, будут выделены. Наша задача сделать так, чтобы уж эти средства точно были использованы максимально эффективно. Кроме того, тоже не будет, наверное, большим секретом, поскольку ряд здесь сидящих людей сегодня будет присутствовать. Мы встречаемся сегодня с предпринимательским сообществом областного центра и области в целом, для того, чтобы совместно обсудить о том, какие проекты нам необходимы для улучшения внешнего вида нашего города, потому что просто ориентироваться на средства бюджета, неважно, города или области, к сожалению, в настоящее время невозможно. Также по некоторым вопросам, которые были заданы депутатами, губернатор пообещал подготовить письменные развернутые ответы и предоставить в ближайшее время также письменно или в форме доклада в рамках правительственного часа.